Данное видео создано в развлекательных целях. Всё показанное сегодня в Плодзебройзере. Штребух! Всем привет! С вами Штребух. Это шестая часть обзора на еду из помойки. Еда из этого выпуска бомбанула мой клапан. В любом случае помойка кормит. Поэтому всем приятного просмотра. Влепите этому видосу лайкосик. И когда наберется 3000 лайков, я сразу выпускаю седьмую часть. И кстати, заходите в мою группу ВКонтакте. Там сейчас розыгрыш на сюрприз бокс. Начну обзор с первых блюд, а потом буду кушать десерты. Первая готовая еда вот в таких контейнерах. Внутри этих контейнеров макароны с мясом. Не, вот эти макароны точно пропали. Ну это жесть. Не, ну воняет вообще жёстко. Не, ребят, вот это протухло. Вскрываю второй контейнер. Ооо, а вот это уже пахнет приятно. Да, макарошки очень вкусные. Но их нужно погреть. Ооо, да. А вот эти макарошки, это просто 10 мало с 10. Скорее всего их готовили по китайскому рецепту. Пальчики оближешь. Отложу это на потом. Третьи макароны просто дерьмо. Они так же протухли, как и первые, которые я пробовал. В комнате просто жутко воняет дохлятины. Четвёртый контейнер с макарошками. Ребят, здесь походу... Оооо, посмотрите. Тухлое яйцо. Вот оно. Ну это просто жесть. И последние макарошки. Ну в принципе, пахнет вроде бы нормально. Я думаю, это можно попробовать. Зря я дал этим макарошкам шанс. Они так же протухли, как и этим. Погнали дальше. А вот это блюдо мне уже нравится. Жалко то, что эту курочку уже кто-то поел до меня. Немного отдаёт дохлой курочкой. Но я думаю, это не критично. Ребят, реально съедобно. Курочка вкусненькая. Это просто белиссимо. 10 малых из 10. Она, конечно, слегка подзасохла. Но на вкус это не влияет. Погнали дальше. Возможно, после этой курочки мне понадобится активированный уголь. Поэтому я его положу в этот кармашек, чтобы всегда был под рукой. Итак, вот что-то непонятное. Скорее всего, это холодец. Ну да, студень говяжий, лоток вес. Срок годности у этого студня 12 часов после даты изготовления. А изготовлен он 20 числа. Сегодня 26. Фу, ребят. Не, я, пожалуй, закрою. И покрепче. Воняет просто отвратительно. Я таких жутких запахов ещё не слышал. Но это просто жесть. Что может быть вообще хуже тухлого... Холодца, блядь. Помойку. Нашёл бумажные контейнеры. Но что внутри, непонятно. Ничего не написано. На упаковке написано только название кафе и его адрес. Всё. Сейчас я буду узнавать, что же там. Братва, вот как вы думаете, что это вообще может быть? Я даже представить себе не могу. Ну реально страшно. Воняет каким-то борщом. Буду пробовать. Борщик-то походу скис. Это что-то, скорее всего, скисшее. Ребят, короче, это какое-то пюре. Сделано из какой-то непонятной травы. Вообще невкусно, отвратительно. Но, скорее всего, это что-то съедобное. В общем, это хрень на любителя. Во второй банке всё то же самое. Очень обидно, что эта еда нифига не вкусная. А я возлагал надежды на эти баночки. Что это нафиг такое? Цвет этого дерьма напоминает дерьмо. Я даже боюсь представить, что в этих пакетах. На этих пакетах ничего не написано. То есть абсолютно непонятно, что это и когда это было произведено. Мне реально страшно. Буду пробовать. Фу, блин. Воняет чесноком. Может, это чесночный соус в пакетах? Даже не знаю. А может, и холодец. Только мяса в нём нет. Я не знаю, что это. Может, постный холодец? Вкус у этой херни напоминает холодец. Но здесь нет мяса. И непонятно, когда эту штуку изготовили. То есть, ну, рисковать я реально не буду. Я попробовал реально, сделал глоток. И я, в общем, вообще не в восторге. Это один мало из десяти. Это просто хрень полная. Запью это дело кефирчиком. Один процент. Запечатано. Это уже радует. Срок годности до 20 февраля. Сейчас 26. Нет, слегка прокис, ребят. Не, ну, слегка кислый кефир. В принципе, его пить можно. Но, конечно, я, скорее всего, после этого просрусь. Да и пофиг. Творог 9%. Срок годности до 22 числа. Просрочено на 4 дня. Запечатанный. Ну, пахнет творогом. Ничего страшного, думаю, с ним не произошло. Творог офигенный. Погнали дальше. Фруктики подъехали. Здесь у нас клубничка. Она уже, видно, много дней пролежала в помойке. Я даже не знаю, с какой клубнички мне начать. От, 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 вот эта клубничка вроде бы более-менее. Но вот здесь она уже реально начинает тухнуть. Блин, реально захотелось клубники. Вы посмотрите на это. Ну, это просто жесть. Кстати, а вот нижняя клубничка вроде бы нормальная. Реально какой-то кислятиной воняет. Клубникой даже и не пахнет. Попробую вот эту гнилую клубничку реанимировать. Возможно, у меня получится это сделать. Гниль отрезал. О, а вот сейчас клубничкой реально запахло. Очень обидно то, что клубника тепличная. Она как яблоки хрустит. Но вкусненько. Подрежу еще вот эту. О, да, беби. Да, пахнет клубничками. Да. Офигенно, ребят. Еще у меня есть огурцы. Огурцы уже начали жалтеть. Фу. Ну, они реально уже сдохли. Ну, знаете, был бы голодомор, я бы эти огурцы, конечно, бы съел. А, в принципе, можно гниль поотрезать и сделать из них салатик. А это грейпфрут. Слегка подгнил. Гниль вырезал и вуаля. Теперь грейпфрут можно кушать. Ребят, я не ожидал такого поворота. Пусть гниль я и срезал, но он все равно на вкус протухший. Как это вообще возможно? Надеюсь, сок будет повкуснее. Ну, да, в принципе, вот носок его можно пустить. Погнали дальше. Ну, это просто шикарно. Вы посмотрите на этот десерт. Я его ждал целый обзор. Я очень люблю сладенькое. Ржаник с брусникой лента. Булочки из помойки всегда живучие. Здесь можно даже не бояться. И не надо стесняться. А это уже джекпот. Шоколадка Риттер Спорт. И она, кстати, не дешевая. Стоит в магазине где-то 100 рублей. Она даже не просрочена. Срок годности до 21 года. А, ну понятно, почему ее выкинули. Она растаяла. Из-за этого ее выкинули. Как пахнет. Я в шоке. Орешки захрустели. Шоколадка просто шикарная. Три банки зернового творога. А вот это просто офигенно. Просрочен на 5 дней. Творог горчит. Уже пропал. Это очень печально. Но вот джем по-любому нормальный. Да, джем просто офигенный. А это уже что-то серьезное. Это медовик. Срок годности до 20 числа. Просрочен на 6 дней. Приятный бонус на медовике. Здесь есть шкарлупки от семечек. Пожалуй, их нужно убрать. Как они туда попали, мне интересно. Почти ничем не пахнет. Медовик просто офигенный. Не хватает чая к нему. А так все просто шикарно. Помойка кормит, как обычно. Давно так хотел сделать. Всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки этому видосу. Подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, у нас получится набрать 3000 лайков. А после того, как мы достигнем этой цифры, я сразу выпускаю седьмую часть на обзор на еду из помойки. С вами был Штребух. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.